800 лет назад, 5 апреля 1242 года, на Чудском озере произошла кровопролитная битва. Она вошла в историю как ледовое побоище и прославила имя юного князя Александра Невского. Предлагаем вашему вниманию несколько интересных фактов об этом событии. Начало XIII века было сложным для русских земель. На юге Киевская Русь терпела поражение от монголов, с севера участились нападения датчан и шведов. Ослабленное, разрозненное государство привлекло внимание и западных рыцарей. Их целью было завоевание новых земель и обращение русских людей в католическую веру. Сначала им сопутствовал успех. Рыцарям удалось завладеть старинными городами, Изборском и Псковом. Следующей целью был господин Великий Новгород. Чтобы сохранить свободу, его жители обратились за помощью к молодому 20-летнему князю Александру Ярославичу. Несмотря на юный возраст, он уже успел зарекомендовать себя как мудрый военачальник, а за победу над шведами получить прозвище Невский. Поразмыслив, князь принял предложение новгородцев и согласился помочь защитить их земли. Он собрал войско, но столкнулся с проблемой его вооружения. Достойно снабдить армию, чтобы она была способна противостоять закованному Владу противнику, было затруднительно. В тот момент на помощь князю пришли новгородские ремесленники. Искусные мастера обеспечили ополченцев простым и надежным оружием, а вместо кольчуг придумали использовать железные пластины, которые зашивались внутрь кафтанов. Вскоре русским воинам удалось освободить Псков, взять крепость Копорье. Но не одумались рыцари и теперь. Они только еще более распалились и в гордости говорили «Пойдем, погубим князя новгородского и возьмем его в плен». Светов о замыслах вражеских, Александр решает дать противнику сражение на восточном берегу Чудского озера. С русской стороны в битве участвовали дружины двух княжеств – Новгородского и Владимира Суздальского. Их противниками выступило войско Ливонского ордена, в который входили рыцари из Дании, ополченцы из Эстонии и германские крестоносцы. Ливонские рыцари были уверены в легкой и быстрой победе. Но Александр Невский сделал ставку на новую тактику, которую не смог предугадать враг. Главную роль в нашем войске должны были сыграть не центровые бойцы, а фланги. Таким образом, он как бы пропустил врагов внутрь своей армии. И когда те подумали, что смогли одолеть русичей, Александр Ярославич замкнул кольцо. Битва, которая началась с первыми лучами весеннего солнца, завершилась только поздним вечером. Осознав, что дальнейшее сопротивление бесполезно, немецкие латники стали спасаться бегством. И последний удар им нанес тонкий лед Чудского озера. Под весом тяжелого вооружения захватчиков он стал проламываться, увлекая их в холодную воду. Потери обеих сторон достоверно неизвестны. В новгородской летописи, однако, упомянуто, что Ливонский орден потерял около 400 рыцарей погибшими и 50 пленными. Результатом ледового побоища стал договор, согласно которому крестоносцы обязались оставить все завоеванные ими ранее русские земли. Западные рубежи Руси, установленные после этой победы, продержались целые столетия. Хотя само сражение произошло 5 апреля, официально праздник в честь этой победы отмечают 18-го. Это издержки перевода дат со старого стиля на новый. Сегодняшний день воинской славы – еще один повод вспомнить героев тех времен и обратиться к истории великих сражений русской армии.